всем привет продолжаем доделывать сундук пиратский вот давайте теперь рассмотрим как сделать тут текстуры что да как погнали разбираться дальше так зайдем сначала в тулы ликбокс и тулы здесь есть такая модель уже стандартная ну смысле с программой шла вот давайте и откроем тут очень много всего интересного и посмотрим что нибудь с нее возьмем чтоб уже не лепить конечно можно самому это делать но все уже есть зачем выдумывать как гайца лесопед вот такая анатомическая модель семерочки есть не знаю несмотря в 2019 есть нет если что можно отсюда ее вытащить так заходим саптулы отключаем все саптулы и вот у нас шкелет вот такой давайте с него возьмем кость отключаем симметрию control и замазываем вот эту всю косточку маскируем вот так я теперь делаем control w shift control нажимаем на модель и вот у нас уже кость следом заходим в геометрии модифит опологи делал hidden и делаем close holes вот так вот уже у нас кости готовая ничего так прикольное работаем доделаем а теперь заходим находим сундук вот так вот ну и добавим сюда две кости ну чтоб уже символика была так жмем up and и находим кость вот она есть уже теперь жмем move и опускаем ее пардонте control z на кость переключиться надо оказывается и вот так все это дело сейчас установим вот прикольная будет штука наверно вот так мы сделаем и и с помощью move вот сюда вот так вот установим вот так вот и ротации немножко как всегда поректируем ну вот пусть она где-то в таком духе наверное находится чтобы через глаза видно ее было вот так вот вот так вот и немножко еще вот так вот повернем пошире и с помощью move немножко вот так вот отведем вот таким вот образом чтобы вот отсюда с глазницы вышло с другой стороны с боковой вот так вот вот это уже классно ну и теперь наверное что ее надо продублировать жмем control move и вот так вот уводим в бок и ротации ее вот так вот поворачиваем можно конечно зеркалку сделать ну давайте вот таким вот способом вот так вот хлепота шкелет так шкелет вот таким вот образом немножко поднимем снимем выделение и теперь делаем дубляж всему этому делаем дублировать переключаемся на на эту дублированную модель жмем control w и теперь давайте все это опять порежем жмем trim rect и вот так все это дело обрезаем так опять я забываю удалить divide the lower и вот так вот это все удаляем переключаемся на вторые кости и удаляем нижние вот так вот прозрачность все классно так ну что еще декору добавим чтоб уж пират так пират вот с той же модели можно вытащить череп или вот тот который я использовал уже скаченный или вот этот череп который уже мы использовали можно дальше использовать так заходим теперь ставим в кистях create insert mesh жмем новое переключаемся опять на наш сундук находим боковинки вот эти вот так вот ставим чуть боком поворачиваем как надо красиво чтобы так вот ну и теперь давайте строк зайдем curve curve mode и вот здесь это дело все так вот протянем вот таким вот образом и немножко увеличим вот таким вот вопросом займемся ну теперь все это дело вглубь посадим вот так вот и подкорректируем уже именно вот на это место чтоб они чуть-чуть были выпуклые вот так вот ну и немножко ротации наверное добавим чтоб нижний череп чуть-чуть ушел вглубь а верхний вот так вот вышел вот так типа с большего на меньше чтоб уходил вот так вот так еще один декор добавлен жмем control i жмем control w и надо это все дело от этой модели отделить чтоб потом можно было с ним работать ну и жмем наверное отключаем все вот так вот и жмем геометрии пардонте жмем саптулы сплит гроуп сплит окей вот черепушки наши уже отдельно все прикольно включаем все саптулы теперь и давайте разместим их по всем так сказать бокам геометрии жмем mirror and well и по z mirror and well вот теперь они сзади и спереди красота вот это теперь будет дело так ну что еще можно сделать теперь наверное вот эти бока оформить тоже как их оформить можно добавить сюда именно какие-нибудь клепки переключимся на этот саптул заходим в кисти и находим мм кисть так что тут у нас есть замок посмотрим где что тут есть жмем м ну давайте вот этот возьмем сделаем немножко поменьше дровсайз кисти ну и погнали их тут устанавливать опа на это выпирающий вот так вот так ctrl z ставим две наверное вот так вот выпирающие два болта пусть будет прикольно так вот вот таким вот образом так и найдем другую теперь гайку болт вот в этих посмотрим мм м и вот возьмем наверное все равно flat heart можно свою конечно сделать ну что то мне не охота а эти мы потом подкорректируем и они будут как родные вот так вот подкорректируем теперь ставим по бочине и пускай будут разные вот именно так прикольная будет одна больше другая поменьше все таки заводов вот тогда у них не было мастер делал сам ну и снимаем выделение и делаем mirror and well по иксу вот такая штука так ну теперь надо же еще доски добавить типа текстуры не давайте сначала ручку сделаем вот сюда вот что то он без ручки не смотрится заходим в sub tool и жмем append вот так вот и добавляем вот ring 3d вот таким вот образом выводим парбонки что то я опять забываю переключаться так ring 3d вот так вот geometry size уменьшаем все это дело опять же выводим и немножко еще вот так где то уменьшаем вот так сундук большой будем делать четыре штуки их две с каждой стороны так жмем ротацию вот так вот и с помощью мов чуть-чуть приближаем вот так вот 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 сюда вот так вот делаем теперь делаем control и делаем дубляж все это дело теперь разворачиваем вот так вот вот так вот жмем move и вот сюда и на серединку вот таким вот образом так чуть-чуть поменьше надо сделать скайл вот так вот ну и немножко дародировать о да прикольно дародировать вот таким вот образом ну и с помощью мов наверное еще чуть-чуть вот так вот подкорректировать и добавить сюда надо площадку площадку можно сделать отдельно но чтобы не лепить давайте просто нарисуем так где она тут сундук крышка вот она делаем control сбоку вытягиваем вот так и пробелом все это дело вот так вот переносим вот так вот теперь ставим циркл тоже на control и вот так все это дело немножко красиво преобразим control alt вот такая получается штука и control и ну и давайте теперь с помощью мох наверно попробуем ее вытянуть вот так вот и теперь в деформации сделаем релакс так многовато сделаем polish ну в принципе нормально control и и назначим control в полигруппу вот таким образом чтоб потом с ними можно было еще поработать так что теперь это дело выравниваем и теперь опять же делаем mirror and well в геометрии модифита положи делаем мира and well и по z так пардонте control z теперь наверно по игреку них я вот такая штука да ну ничего сейчас мы посмотрим где да что да как нет по иксу заходим теперь находим нашу вот эту вот ручку геометрия опять же и мира и вот таким образом теперь move control раз не там здесь делал сделаем на другом месте не проблема вот так вот вот так вот так вот иксу вот так вот иксу ку Пик и моб. Теперь повторим деформейшн и немножко полиша. Все. Хорошо. Так, ну теперь же нужно еще и доски добавить. Фактуру досок. Вот такую текстуру прикольную ношу. Старое-старое очень дерево. Давайте его теперь применим. Вот таким образом подгоним. Посмотрим, что у нас тут по саптулам. Вот так вот. Отключим моб. Добавим Ctrl D в сундуку, чтобы было лучше. И теперь давайте все это дело еще немножко уменьшим. Вот так вот. Вот так подгоним. Найдем верхнюю кромку. Вот прям по ноля будем делать вот так вот. Теперь нажимаем Z. Ставим PIS стандарт. RGB. ZAD отключаем. Draft size побольше. И погнали рисовать. Вот так вот. Вот такое что-то прикольное получается. Так. Развернем. Подкорректируем. Ctrl Z. Alt. Подгонка. И попробуем дальше. Вот так вот. Ну уже неплохо. Опять Alt. Shift. Ctrl Z. Shift Z. Пардонки. Alt опять подгонка. Сделаем. И все опять закрашиваем. Вот так вот. Ну и последняя сторона. Так. 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 И немного дном займёмся. Вот так поставим, и немножко тут что-нибудь, чтобы равномерно она потом вытягивалась, чтобы дно не ломалось, чтобы было всё хорошо. Так, ну что, всё прикольно. Делаем теперь маскинг. Так, must be color, must be intensive, заходим в sub-tools, отключаем вот эту кисточку, ну и посмотрим, что нам деформация может дать. Так, сначала inflaten, так, многовато, ctrl-z, а если сайзом, то ctrl-z, ctrl-z. Ну и то, где мы делаем Euros. Так, что мы делаем, так, кин principe или не изменяемそうだ, жмем ctrl и попробуем вот эту текстурку теряем так вот это уже будет посимпатичнее смотреться так control снимаем маску вот уже прикольно заходим теперь крышку сделаем посмотрим как бы что ctrl shift z чуть чуть в этот бок вот так вот и и и и Продолжение следует... Ну и повторим... Сабтулы... Отключить... Ctrl-E... И попробуем опять же в деформацию... Опять же инфлатен... Вот так вот... Прикольно... Сабтулы все на место... Вот такой сундук уже прикольный получается... Уже интересней... Так... В следующем видео... Вот в эту полость... Ставим надпись какую-нибудь... И добавим цепи уже... Все всем пока... До свидания...